Два часа работы и более 40 проверенных. Тестирование добровольное и к тому же полностью анонимное. Но ажиотажа не наблюдается, хотя стул напротив медицинского работника долго не пустует. Этот метод обследования быстрый, готовность 5-10 минут. Вы сейчас ожидаете результат, но через 5-10 мы вам скажем ваш результат. Несмотря на анонимность, Александр Шориков свой результат не скрывает. У него он отрицательный. Говорит, был полностью уверен, вируса иммунодефицита человека у него нет. За счет себя я не переживаю, скажем так. Ну, как бы нет переживания. А так, я считаю, все равно нужно. Потому что, тем более, сказали, что не только половым, а через рожение крови, все равно там медицина, все ходят. Но есть возможность. Лучше контролировать. Заранее узнать, чем, когда уже подпоздно. Вирус иммунодефицита человека – это заболевание, которое не поддается лечению. Но его развитие можно приостановить или замедлить на ранней стадии. Поэтому такие выездные тестирования очень эффективны, уверены специалисты. Наш город вообще занимает первое место в области по вновь выявляемости ВИЧ-инфекции. В нашем городе уже свыше 4000 больных с ВИЧ-инфекцией. Последнее время активно реализуется это половой путь передачи. Очень много выявляется людей старших возрастных групп. Акции по профилактике ВИЧ-инфекции проходят сейчас по всей стране. Приурочены они ко дню памяти умерших от СПИДа. В этом году он приходится на 15 мая. В Первоуральске передвижная лаборатория продолжит работу. Проверить свой ВИЧ-статус горожане смогут 21 мая с 5 до 9 вечера на площадке перед торгово-развлекательным центром «Строитель». Александр Перминов, Руслан Гаскаров, Интера ТВ.